Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. В настоящее время сформирован гуманитарный груз в объеме 20 тонн, куда вошли товары первой необходимости, в том числе медикаменты, вода, средства гигиены и продукты питания. Глава Карачева-Черкесии выразил признательность жителям республики, которые также хотят помочь попавшим в беду людям. Для перечисления средств открыт благотворительный счет регионального штаба «Мы вместе». По поручению главы Карачевской республики Тимреза Рашиды Бориспича мы оперативно связались с представителями Курской области для того, чтобы сформировать перечень товаров, которые в настоящий момент жителям действительно необходим. В этот перечень вошли, безусловно, чистая питьевая вода, продукты питания, средства личной гигиены и медикаменты. В настоящий момент мы оперативно все сформировали, уже идет погрузка и в ближайшее время груз будет доставлен по назначению. А, если можно, общий объем груза? Общей сложности у нас там порядка 24 поддонов и 20 тонн груза примерно, да. Сегодня прошла внеочередная 60-я сессия депутатов регионального парламента 6-го созыва. Само заседание прошло в онлайн-режиме. Депутатам предстояло утвердить ряд внесенных для обсуждения предложений. Теперь, если среднесписочная численность сотрудников на предприятии составляет более 100 человек, одно место должно быть зарезервировано для людей, которым сложно найти работу. Кроме того, внесены некоторые изменения в бюджет Карачева-Черкесии. Это связано с увеличением поступлений. О некоторых нюансах рассказал министр финансов республики Вадим Камышан. Основные у нас изменения в данном законопроекте, конечно, направлены на поддержку семей и участников специальной военной операции. То есть мы сейчас формируем резерв и по мере необходимости это основные изменения. Также у нас предусматриваются средства на послание нашего главы, которые были озвучены. Это в части поддержки семей, где дети от 6 и более детей. Это к 1 сентября будут выплаты. Кроме того, мы увеличиваем и ввьем средства на дополнительные качественные обеспечения, дорогостоящие препараты. Мы туда добавляем больше 100 миллионов рублей. Но это такие ключевые плюсы. Тоже, наверное, слышали, ремонт поликлиники у нас детской. Также предусматриваются средства на реализацию этих мероприятий. Сегодня в Черкесске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии Общественной палаты Карачева-Черкесии между региональными отделениями политических партий, общественными объединениями и муниципалитетами республики при проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года. Подробнее Алихан Лепшоков. Это тесное взаимодействие позволит нам провести большую работу в единый день голосования. И я уверена, что каждый из нас несет свой вклад, что выборы прошли у нас без каких-либо нарушений, отметила председатель Общественной палаты Карачева-Черкесии Елена Ляшова. В рамках этого подписанного соглашения проводятся взаимные консультации, посвященные участию представителей сторон в наблюдении за голосованием, обменом опытом и совместной информационной деятельностью. Вы знаете, что Общественная палата открыта, и мы тесно взаимодействуем с нашими партиями, и мы очень благодарны представителям партий, руководителям региональных отделений, потому что для нас очень важно, что Общественная палата, как вы знаете, не стоит в стороне избирательного процесса. Но мы понимаем, что вы главные, одни из главных участников данного избирательного процесса. После представителей пяти политических партий подписали соглашение с Общественной палатой республики. Мы уверены, что это сотрудничество позволит нам достигнуть хороших результатов, чтобы выборы были демократичными, отмечали собравшиеся. Подписание соглашения проходит в достаточно дружеской обстановке. Я высоко оцениваю всегда работу и деятельность Общественной палаты, потому что это такая организация, которая отражает все те чаяния, которые находятся у людей. И слаженная работа, конечно же, помогает реализовать многие задачи и многие проблемы решить. Также прошло подписание и соглашение Общественной палаты с представителем общественных объединений и НКО. Во время заседания подписи поставили представители 23 организаций. Только общими усилиями взаимодействия мы сможем обеспечить участием представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием в выборах. 2 числа, 2 августа член Совета при президенте Брод Александр Семенович проводил круглый стол. И он сказал о том, что 47 общественных организаций по России заключили вот такие соглашения с Общественной палатой России и назвал в числе первых Федерацию независимых профсоюзов России, потому что это самая многочисленная общественная организация, которая объединяет более 20 миллионов человек. Естественно, в республике тоже это самая многочисленная общественная организация. Помимо этого подписали соглашение о сотрудничестве взаимодействия между Общественной палатой, Общественными советами, муниципальных районов и городских округов. Альхан Лепшоков, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после продолжим. Карачаева, Черкесия преимущественно без осадков. Ветер в северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. В горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 26, плюс 31. В горах местами плюс 17, плюс 22 градуса. В южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер в северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 29, плюс 31 градуса. В военном зале Народного музея истории и культуры карачаевского народа имени Сосланбека Джанибекова открыт уголок памяти. Военного летчика. Героя России. Канамата Баташева. Здесь представлена информация о герое. Его личные вещи, китель, фуражка, а также информация о боевых наградах, грамоты и многое другое. Было отмечено, что Канамат Кусеевич Баташев, генерал-майор вооруженных сил Российской Федерации, был сильным, мужественным и неравнодушным человеком. Настоящим воином и патриотом своего отечества. Он посвятил свою жизнь авиации, стал летчиком по призванию, потому что не мыслил своей жизни без неба и самолетов. Он никогда не мог остаться в стороне, если его профессиональные навыки были нужны Родине. Именно поэтому, не раздумывая, записался добровольцем для участия в специальной военной операции на Украине. Канамат Баташев погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, защищая интересы России. Жизненный путь нашего прославленного земляка, его патриотизм, должны стать примером для подрастающего поколения. Безопасность на дорогах – общая забота. Несомненно, все участники дорожного движения должны помнить, что соблюдение правил как водителями, так и пешеходами в равной степени обязательно. В зоне риска может оказаться каждый. В целях снижения количества аварий на дорогах сотрудники госавтоинспекции Карачаева-Черкесии проводят профилактические мероприятия. Очередное по теме «Пешеход» провели в Усть-Джигуте. Смотрите подробности. Мероприятие «Пешеход» проводится у госавтоинспекции в целях повышения культуры пользования пешеходным переходом. Серьезность тему понимают не только взрослые, но и юные участники дорожного движения. С детства через личный пример родителя учатся осторожности и вниманию на дорогах. С детства мы учили, как переходить дорогу. Переходить надо, когда остановится машина, и надо переходить дорогу. Важно переходить дорогу через пешеходы, потому что это специальное место, чтобы переходить. Переходить. Ты должен сначала стать с велосипеда, посмотреть по сторонам, и вот тогда только переходишь. Меня учила бабушка кататься, и я, наверное, учился лет в пять. А потом уже мне отец купил книжку, когда с этим велосипедом. И вот я учил понемножку правила дорожного движения. На территории республики уже за первые шесть месяцев 2024 года было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. 17 человек получили ранения различной степени тяжести. И два человека погибли. К сожалению, уже в этом месяце на данной федеральной автодороге у нас случилось дорожно-транспортное происшествие с наездом на несовершеннолетнего пешехода, который получил ранения различной степени тяжести. Находится сейчас в полицейском учреждении. Аварий на дорогах с участием пешеходов можно избежать, если соблюдать правила дорожного движения. Согласно статистике, большинство ДТП происходит из-за их нарушения. Садясь за руль автомобиля, мы в первую очередь должны соблюдать правила дорожного движения. Но также правила дорожного движения должны соблюдать и пешеходы. Они выбегают даже в неположенном месте. Даже если на пешеходном переходе, они его неправильно переходят. Даже сейчас поставили светофоры, которые вот с кнопочками. Они их не нажимая бегут. Это очень большая проблема. Перелазят через ограждения, которые разделяют трассу. Обеспечение безопасности дорожного движения – одна из главных задач госавтоинспекторов. В целях профилактики ДТП с участием пешеходов и снижения тяжести их последствия, госавтоинспекция Республики на постоянной основе организовывает профилактические мероприятия. Они проводятся на маршрутах патрулирования. Прежде всего, наша задача, задача госавтоинспекции – это предотвращение дорожного транспорта происшествия, ввиду чего мы проводим профилактические беседы с водителями. Хочется обратиться как к пешеходам, так и к водителям, чтобы они в обязательном порядке соблюдали правила дорожного движения, чтобы пешеходы переходили в проезжую часть исключительно в местах, где это разрешается. А водители, в свою очередь, соблюдали требования правил дорожного движения Российской Федерации уступать дорогу пешеходам, которые пользуются преимуществом движения. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия, Ужигтинский район. Последний месяц лета. Одни стремятся к морю, другие совершают экскурсию по местным достопримечательностям, которых в Карачаево-Черкесии очень много. Дукинские озера – один из любимых маршрутов туристов. Почему? Расскажет Алибаташев. Специальной подготовки не требуется. До точки назначения всего 5,5 километров, говорит надпись на указателе. Долина Малой Дуки, где расположены озера, очень живописна в любое время года. Само слово «дука» переводится как «хребет». Дукинское урочище расположено на территории Архыского комплексного заказника. Первозданная природа манит туристов из всех уголков страны. Семья Насыровых приехали сюда из Астрахани. Ставим палатки, отдыхаем дикарями, выходим на трек походы дневные, готовим детей. Проходит крещение огнем. Все получается. Мне больше понравилось, что вчера мы ходили еще на рыбку в озеро. Так хорошо было все. Активный семейный отдых – это заряд бодрости и незабываемых впечатлений. И зимой, и летом, утверждает мама. Зима по-своему прекрасна, лето по-своему. Летом больше пеших. Вот мы любим пешие маршруты именно проходить зимой. Да, здесь сказка. Действительно сказка. Зимняя сказка. Желаю всем посетить здесь. Горы прекрасны в любое время. По дороге можно сделать привал. Напиться прохладной и чистой воды из горной речки и дальше в путь. Хорошо, если рядом будет тот, кто знает, куда идти. Перед нами гора сказка Артыза. У подножия этой горы находится озеро сказка. И с этого озера идет каскад водопада. По правую сторону идет перевал. И за перевалом уже находятся основные Аркасарские озера. То есть нижняя Аркасара и верхняя Аркасара. После перевала открывается величественная панорама гор, у подножия которых лежит снег. Самое малое озеро, которое встречается на пути – это рыбка. Его форма напоминает силуэт рыбы. С июля по август здесь собираются десятки туристов. Следующая по набору высоты и первое перевечение среди озер – Аркасарская. Расположена на уровне 2500 метров. Имеет овальную форму. Его полностью окружают горы, потому здесь тихо и безветренно. Чуть меньше по размерам озера сказка Кавказа. Вода во всех водоемах поражает своей чистотой и прозрачностью. За последние 15 лет Валентина Устеменко из Волгоградской области приезжает сюда каждый год. Каждый раз приезжаю, наслаждаюсь красотой, набираюсь энергии. Хватает на год. А в следующее лето опять я здесь. Июля-август – идеальное время для похода к Дукинским озерам. Продолжительность похода, подъем и спуск могут занять весь день. Но впечатления от увиденного останутся на всю жизнь, говорят туристы. Али Баташев, Ольга Савенко, Бехак Ракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Зеленчукский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Испытания». Новые серии. Новые серии. Новые серии. Новые серии. Редактор субтитров А.Семкин